Привет всем, кому интересен ремонт. В этом видео у нас Opel Sapphire с двигателем 2.2. Sapphire A. У нас обслуживание, замена четырех фильтров и масла, плюс замена двух пыльников на приводах. Пыльники внутренние, то есть те, которые расположены ближе к коробке передач. Открываем капот, снимаем фильтр. И все бы было хорошо, если бы в Opel не постарались испортить нам жизнь. А порча жизни заключается в следующем. Вот он у нас фильтр, видите? А вот она, колодочка стоит прямо над ним, то есть для того, чтобы вытащить фильтр, надо колодочку снять. Кроме того, замочек у этой колодочки находится с нижней стороны. Вот, видите? Видите, о чем я говорю? Если колодочку не снимать, то мы ее просто при извлечении фильтра обломаем. Вот, давайте попробуем снять, чтобы ничего не навредить. Я так понимаю, что, скорее всего, при извлечении я вам буду загораживать руками. Ну, я воспользуюсь вот таким кусочком проволочки я сделал, расплющил. То есть, как бы получилась такая согнутая отвертка, чтобы подцепить собачку на колодке. И иметь возможность ее вытащить. Поэтому, чтобы вытепить. вот так сама колодочка выглядит вот так вот мы проволочкой засунули вот сюда под эту собачку эти и тогда мы смогли ее высмотнуть вот теперь я прячем чтобы не мешало и очень важно не забываем ее назад потом поставить ну а так в принципе все улаживаем ветошь вокруг фильтра чтобы не выпачкает двигатель откручиваем и вытаскиваем фильтр никогда не затягивайте фильтры сильно кроме того у этого этих фильтров прокладочка идет кольцевая по кругу я вам потом покажу когда буду вытаскивать сейчас его не хочу вытаскивать я обычно чуть-чуть приподнимаю его втыкаю в сам бумажный фильтр отвертку или что угодно вот и оставляю его зависим чтобы масло сливалась стекала бы не засирать двигатель вот так ну что теперь поднимаем я думаю что нам не придется снимать защиту поддона лючок откроем сольем масло потому что у нас поврежденный пыльник вот он видите я думаю что мы до него сможем добраться и поменять его пока сливается масло можно заняться заменой пыльника на приводе для этого мы снимаем эту гаечку откручиваем мы откручиваем наконечник рулевой тяги и мы откручиваем нижнюю шаровую опору и вот это тогда мы все можем чуть сдвинуть и вытолкнуть хвастовичок шруза снимаем рулевую она выскочила сама не пришлось придавать усилие и снимаем шаровую там еще остается болт его сейчас мы вытащим вот это частая засада бывает что наконечник шрулса очень сильно присыхает к ступице и он сам выходить не хочет поэтому что мы делаем мы накручиваем обратной стороной и стучим по нему по резьбе стучать не надо по самой а мы накручиваем гайку обратной стороной вот и хорошо еще и неплохо вышел часто бывает выходит гораздо хуже так что мы делаем выбиваем палец шаровой опоры вместе с рычагом опускаем вниз gakDR ВСКОМОВОЛЯЮЩА Вот так. Значит, что нам теперь надо делать? Нам надо снять хомуты, они на этих пыльниках металлические и срезать сам пыльник ножницами. Теперь нам надо одеться. В ранних видео я уже показывал, как это делается на столе. Вот сейчас я покажу, как это делается, не снимая привода, не вытаскивая его из коробки. Тем самым мы очень сильно облегчаем себе жизнь. Мы не сливаем масло, мы не вытаскиваем привод полностью из коробки и так далее. Итак, здесь у нас есть пыльничек, который у нас встанет вот так и приблуда, который делает вот так. Вставлять ее никуда не надо, избавимся от всех нехороших мыслей. Вот так, значит, делаем, одеваем его вот сюда и чуть-чуть наворачиваем на эту сторону, правильно? Вот так, и потихонечку, не спеша. Вот так, значит, делаем, как это делается. Вот так, значит, делаем, как это делается. Для тех, кто уже этим занимался, я думаю, что он не понимает, насколько вот это приблуда облегчает нам жизнь. После того, как мы прошли сам шрус, спускаем воздух, выворачиваем это на свое место. приборчик раскрываем. И вот, друзья, что у нас получилось. Не забываем забить смазку и одеваем хомутики. После того, как мы хомутики эти одеваем, зажимаем, в принципе, все, собираем назад, все шаровые, ставим привод на свое место и беремся за другую сторону. Ну, для тех, кто не знал, я показал сейчас хорошую приблуду такую для монтажа пыльника на шрусов, не снимая ни шруса, не разбирая его, не вытаскивая привод с коробки. Ну, все, собираем все назад, шрус назад, привод поставим в лице. Шаровую назад, рулевую назад. Ну, и теперь все это закручиваем, ставим колесо назад и принимаемся за другую сторону. А потом продолжим обслуживать. Продолжим менять фильтра, продолжим заливать масло. Прокладку мы здесь менять не будем, потому что она здесь кольцевая, я по высоте вижу, что ей еще ходить и ходить, поэтому просто ставим на место и затягиваем. Тоже не надо этот болт закручивать от всей души. Притянули, нормально так от руки и все. То же самое не забываем здесь смыть. Здесь больше даже мы делаем не для красоты, а для того, чтобы контролировать, если вдруг будет подкапывать. Вот. И закрываем лючок. После этого переходим опять под капот, меняем фильтр, заливаем масло, проверяем уровень. Ну, снизу все. Так как мы здесь фильтр подвешивали, зажимали отверточкой, поэтому у нас он достаточно хорошо стек. Вот. И с него теперь не течет. Вот. Фильтр, разумеется, выкидываем и меняем прокладочку. Вот эту. И вот эту. Они идут в комплекте с фильтром. Фильтр на переработку. Новый фильтр, новые прокладочки. Вот. 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 Обязательно, обязательно прокладочки после установки смазываем. Я это буду повторять каждый раз, когда буду менять фильтр. Иначе с очень большой вероятностью прокладка заворачивается. Несмотря на то, что сам каркас фильтра в масле, промасленный, все равно вот здесь эти места надо промазать. Все. ставим фильтр, закручиваем его на месте без фанатизма. притягиваем его все. Потому что давление он держит и предотвращает утечку масла именно за счет вот этих кольцевых прокладочек. Не из-за усилия. То есть, если вы прокладочку не поставите, вы можете затягивать молотком и зубилом. Но это вам не поможет. на всякий случай после установки смотрим на прокладочку, подсвечиваем фонариком и контролируем, чтобы она, не дай бог, не вылезла. Важный момент еще не забываем поставить колодочку, которую мы снимали. Иначе у нас машина будет работать очень плохо. Но будет. Почему я знаю? Потому что я уже забывал. тоже здесь смоем слегка, наведем красоту, чтобы клиент глянул и сказал, как все красиво. И это не просто формальности. Дело в том, что некоторые клиенты оценивают качество работы по внешним факторам. У меня один знакомый хвастался, какой у него хороший дантист на приеме, когда расспрашивают, что да как и что болит, угощает кофе и дает сигарету. Говорит, мастер просто замечательно. Понимаешь, я прихожу, а он мне сигаретку, а он мне кофе. Ну, так. Можно, конечно, и по этим критериям судить о профессиональности мастера. Заливаем масло. Масло сюда можно лить от самых дорогих масел 0W30 Long Life до самых приемлемых 10W40. Также можно лить 10W30 и 10W30 5W30 и 5W40. Вот. Я лью серединку 5W30 и рекомендую менять его приблизительно на 15000. Хотя производитель масел допускает использование этого масла вплоть до 30 тысяч километров. Масло льется 5,5 литров. Это двигатель. 2,2 дизель. Вот у нас 5. дольем еще пол-литра. Нет, мы сначала заведем машину, проверим уровнить и потом при необходимости дольем. даем отстояться пару минут и перемеряем уровень если его не хватает значит доливаем ну а пока перейдем к замене топливного фильтра воздушного фильтра и как называют салонный фильтр или фильтр на кондиционер но вы меня поняли это уже от любви к фильтрам зависит перемерил я уровень уровень ниже нормы поэтому мы доливаем еще с пол-литра и теперь уже заводить не надо потому что фильтр закачанный маслом поэтому ждем секундочку пока масло упадет в поддон и сразу меряем масло у нас все еще ниже нормы дольем еще чуть-чуть масло не должно быть больше среднего многие предпочитают масло доливать вот аж до суда вот в этом нет необходимости масло должно быть между этим и между этим уровнем то есть примерно вот здесь если даже уровень масла вот здесь это все еще нормально тоже даже добавлять принципе не надо вот когда ниже минимума тогда надо и вот у нас масло видите почти максимум все закрываем масло поменено пишем этикетку для клиента чтобы знать и нам и ему следующую замену какое масло залито в случае необходимости доливки и меняем остальные фильтра значит для замены топливного фильтра мы снимем вот эту колодочку открутим вот этот болтик на самом болтике у нас будет прокладочка на крышечке у нас будет прокладочка в комплекте с новым фильтром как правило идут новые прокладочка аккуратненько стараемся поменьше расплескать вытаскиваем крышку вот он у нас топливный фильтр плотненько сидит здесь он засахарился наверное ну раз плотненько значит подковырнет и выкидываем тоже его на переработку прокладочка у нас вот здесь идет кольцевая поверху вот она видите вот она прокладочка она такая квадратного сечения и прокладочка идет еще вот она на болтике то же самое то же самое то же самое в смысле меняемого тоже вот он наш новый фильтр и вот они наши прокладочки у него есть верхний здесь решеточка я не обратил внимание вставляем на место эту прокладочку контролируем чтобы она села в свое место и на болтик одеваем новую прокладочку сюда вот здесь у нас есть паз такой а здесь тымпушек вот они должны совпасть вот он вот он вот вот И теперь затягиваем точно так же без фанатизма. Сейчас машина может не очень хорошо завестись, а может завестись и заглохнуть из-за того, что у нас туда попал лобок. Фишечку, конечно же, колодочку, фишку, разъемчик на место. И заводим. Вот я, как и говорил, машина заглохла от того, что в насос попало топливо, попал воздух. Что мы делаем? Здесь решение очень простое. Не надо кипишевать, потому что у некоторых начинаются сразу головные боли от таких проблем. Сейчас я покажу очень быстрый способ, что делать. Откручиваем от воздушного фильтра патрубок. Здесь таскаем его и просим кого-нибудь помочь. Например, у меня здесь под рукой оказался представитель кубы. Вот, поэтому вот и звоночек. Сейчас двигатель, если даже топлива нет, работает за счет этого спрая. Ну вот, все, мы брызать перестали, двигатель продолжает работать. То есть воздух мы выгнали. Оставляем, пусть поработает минутку-две, чтобы уж наверняка. А пока можно заняться заменой воздушного фильтра. Забыл включить камеру, когда воздушный фильтр менял. Ну там, в принципе, ничего сложного. Там четыре защёлки вытащил, поставил и все. Вот, а теперь нам остался из фильтров один-единственный. Это салонный фильтр. Вот, у фирмы, которую я покупаю, у них идёт инструкция. Если вы не знаете, где менять, вам показывают. В этой машине, вот здесь, снимаешь бардачок, снимаешь это, это, это. Трен-трен-трен, откручиваешь, вытаскиваешь. Всё понятно. Сейчас мы этим и займёмся. Итак, как говорит нам мануал, откручиваем сначала вот эти болтики, смотрим внизу, наверняка тоже ещё есть. Откручиваем и вытаскиваем либо бардачок, либо крышку бардачка. Вот, 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 вот. Вот. Теперь снимаем вот эту жестянку и снимаем воздуховодик вот этот. Вот что мы видим кроме фильтра, видите у нас обломана тяга. Эта тяга у нас для того чтобы вот эта хрень закрывалась. Это у нас поступление воздуха снаружи или снутри. Вот она отсюда вот это дело у нас обломана. Тоже надо на место поставить, если сможем. Что нам надо? Нам надо открутить походу вот эти вот болтики. Эти пять штучек. И вот он у нас фильтр. Его можно было не открывать, не откручивать. Нет, нужно было откручивать, ну фильтр свеженький, его не так давно меняли. Правда его примяли, он внутри стоял неправильно, видите. Вот то есть отсюда воздух у нас проходил и не фильтровался через фильтр. То есть понятно, если здесь ему проходить легче, что же ему через фильтр идти. Поэтому фильтр такой замечательный. Ставим новый. Да, новый пришел он чуть-чуть по размеру другой. Он сюда не войдет. Нет, он не перекрывает, поэтому позвоним, чтобы нам привезли другой фильтр. Вот такой. Хорошо, что здесь у нас есть все цифры для заказывания фильтра. Звоним и ждем. Пока мне будут ввести фильтр, я решу проблему с вот этой тягой. А камеру поставлю на зарядку. Поэтому вы этот ремонт маленький не увидите. Ну вы, я думаю, ничего не потеряете. Значит, втайне от вас я отремонтировал вот эту тягу. Теперь она работает. Вот. Что я сделал очень просто. Я ее вставил на свое место. Она имеет одну только позицию, по-другому не поставишь. И хоть она и зашла хорошо, защелкнулась и все, но на всякий случай, раз она уже раз выскочила, я на всякий случай поставил капельку клея. Вот. Пока я это делал, пока заряжалась камера, мне пришел вот такой фильтр. Вот здесь у нас есть направление воздуха. Видите? Вот воздух у нас идет оттуда сюда. Так мы стрелками и ставим. Вот этот фильтр у нас сошел очень хорошо. Теперь мы крышечку эту закрываем. Ставим защелки. Ставим защелки, ставим болтики. И собираем все. В принципе, здесь нам больше делать, здесь нам больше снимать нечего. Для обнуления сервисного интервала нажимаем вот эту кнопочку, держим и включаем зажигание. Мигает инспекция. Видите? Четыре полосочки появилось. Все. Теперь мы бросаем и выключаем зажигание. Все. Сервис у нас обнулен. Это у нас суточные. Так, все. Сервис у нас обнулен. У нас все правильно. Пишем бумажечку с данными по километрам по качеству масла. Отдаем машину, получаем деньги. Ну и все. Если это видео было вам полезным или хотя бы понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще много полезной информации. Всем спасибо. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok